Приветствую вас, давайте сразу скажем с вами так, что вот вы возлагали какие-то надежды, да, на свой брак, на твоего мужчину, хотели вы для себя это получить, да, хотели каких-то отношений, вот, но у вас сейчас этого не получилось и, соответственно, нужно вам для начала четко определить, чего вы хотите. И может ли вам ваш мужчина, ваш муж, который не является априори плохим, а он является просто, так скажем, особенным, обычным, я бы даже сказал немного, может быть, своевольным человеком, да, является ли ваш муж тем, кто реально может вам дать то, чего вы хотите? Я думаю, вы сами знаете ответ на свой вопрос, что нет, не может, что изначально так было, что он вам изменял, вы его простили, кстати, кстати, зачем вы его простили, если вы говорите, что дали ему, как бы, шанс, да, еще один, после того, как узнали о его изменах вам. Шанс сдали, но не простили, а в итоге от обиды изменяли ему шанс, то есть у вас есть уже на этом уровне этапы идут, на этом уровне у вас уже идут этапы разъединения друг с другом, вот. Значит, это первое. То есть понять, чего вы изначально хотели, а какие ваши вообще представления, представления о семье, какие у вас представления об отношениях и так далее. И может ли вам, ваш мужчина, вот дать все это? Скорее всего, нет. Тем более, что ваш человек из Турции, а, соответственно, в Турции и ментальность немножко другая, и отношение к женщинам другое, что, кстати, нормально. То есть, ну, это нормально, что, эээ, турецкие мужчины, да, относятся к женщинам не так, как русские, и считают, что им можно грубить, можно, там, изменять, и так далее. Вот. Турецкие мужчины считают, что главное самое, то, что он обеспечивает свою жену всем необходимым и, в принципе, больше ей, как бы, вообще переживать ни о чем не надо, не надо. Ну, это, это вот, знаете, такие вот особенности, я бы сказал, особенности именно турецкой национальности, вот. То есть, вот эти вот аспекты вам нужно, на мой взгляд, хорошо за себя понимать. Это вот, собственно, первое, значит, о чем я хотел вам сказать. Далее вы говорите про такие ситуации, про такие, значит, вещи, как неуверенность в себе, и это еще один важный момент, момент уверенности в себе, потому что, если вы не уверены в себе, то, соответственно, вы так или иначе зависите от обстоятельств. В данном случае речь идет именно о обстоятельствах, о тех обстоятельствах, когда ваш муж вас пытается подавить, и, опять же, делает он это не потому, что он такой вот плохой, а делает он это, опять же, потому, что по-другому, по-другому турецкие, турецкие мужчины по-другому не умеют. Вот это вот вам надо постараться понять, что он грубит вам и унижает вас, потому что такова их культура. Как культура позволяет им общаться с женщинами. Женщинам, то есть понятно, что не все мужчины так себя ведут, понятно, что не все мужчины себе такое позволяют и так далее. Это, безусловно, понятно. Я ни в коем случае не хочу сказать, что, как бы, все турецкие мужчины такие. Нет. Но нужно понять, что у вашего мужчины поведение грубости, оно обусловлено куда больше, чем, собственно говоря, например, в любой другой стране. И вероятность получить такое отношение тоже куда больше, чем в любой другой стране. Далее, постарайтесь для себя определить, в чем же вы все-таки в себе не уверены и почему. В чем заключается ваша неуверенность и почему. В чем вы сомневаетесь, например, в себе. И тоже постарайтесь ответить на вопрос, почему вы сомневаетесь. И составьте план, как бы вы могли развивать себя, свои качества, свои положительные характеристики, что бы вы могли с ними делать, как бы вы могли их превратить в что-то положительное. То есть, по сути дела, доказать себе, что вы не такая, какой представляет вам, представляется вам ваш образ через, значит, контекст, собственно, вашего мужа. То есть, ваш образ самой себя исказен вашему мужу. Для его же, к сожалению, блага. То есть, именно вашему мужу нужно, чтобы вы думали, что вот вы такая плохая, что бы вы в нем, например, нуждали. Вот. Это, значит, следующий момент, который я хотел вам сказать. Далее. Далее. Следующий ребенок. Ну, про ребенка я вам, пожалуй, дам только одну мысль. Это такая мысль, что вот. Как вы сами думаете, как вы сами считаете. Вот вы говорите, что я хочу сохранить семью, значит, ради ребенка, своего ребенка. Ага, вот. Как вы думаете, вашему ребенку хорошо ли в семье и в условиях, где его родители ссорятся, где есть насилие, к сожалению, да, где есть грубость и так далее. Как вы думаете, ребенку хорошо живется в такой вот атмосфере? Как вы думаете, ребенок может спокойно развиваться в такой среде, в такой обстановке, в таких условиях? Постарайтесь, пожалуйста, для себя на этот вопрос ответить, ибо это очень важный момент. Нужно, чтобы вы определили его и подумали, а реально ли вы беспокоитесь о ребенке в тот момент, когда говорите, что я не хочу разрушать семью из-за него. Реально ли вы это делаете? Не обрадываете ли вы себя? Не обрадываете ли вы реальной ответственности за свою жизнь таким образом? Вот что важно. Вот что имеет очень большое и серьезное значение для вас. Я думаю, что над этими тремя аспектами вам стоит подумать, над этими моментами вам нужно поразмечислять, дабы для себя постараться определить вашу позицию. И после этого у вас автоматически появится ряд возможных препятствий, которые и помогут вам преодолеть психолог, если вы захотите обратиться к нам за помощью. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас какие-то вопросы остались дополнительные, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего-всего-всего самого доброго, принятия верного решения и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!